Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале Таня Аунака. Сегодня суббота и я пошла в магазин. Ну, магазин, а как же без покупок? В самом начале немного магазина, затем обзор моих покупочек, ну и в конце немножко товаров в этом отделе. Это Новосибирская область, город Искитим. Наш ЦУМ налево. Очень-очень хороший отделчик. Но нужно посмотреть, приглядеться и найти. Там даже дулевские есть вещи, Белоруссия, Россия, фарфор, керамика, статуэточки. Пожалуйста, посмотрите. В кадре роза, которую я срезала 7 дней назад, она жива и здорова. И благоухает какой-то свежестью. Очень свежа. Что же я сегодня купила? Давайте посмотрим. Это вот такой чайник. Это керамика. Не смогла удержаться. Я долго в этом отделе все разглядывала и поговорила с продавцом, с консультантом. Это та самая качественная керамика, которую есть смысл покупать. Все в идеале. Берешь его в руки и очень-очень приятно. Очень приятная вещь. Вот буду пить чай. И, может быть, поучаствую в конкурсе. Летнее чаепитие. Вот такой керамический чайничек я приобрела. Смотрела я в этом отделе. Смотрела, разглядывала. Понравились вот такие керамические кружки. Кружка называется «Улыбка». Российская фирма «Симолэнд». Артикул есть, все есть. Но вы знаете, почему я ее взяла? Приятно очень она выполнена. Она мне напомнила вот ту самую керамику, которую мы с детства знаем. Конечно, у всех вкусы разные. И они, эти кружки, явно сделаны вручную. Они даже разный вес имеют. Вот эта кружка легче, эта кружечка потяжелее. Очень хорошо все выполнено. Довольно-таки приятная. 300 миллилитров. Я бы, конечно, с удовольствием купила пиалочки к своему узбекскому чайнику. Но их не было. Сегодня этой посуды много. Но качество оставляет желать лучшего. А вот это тот самый чайник с ручной росписью. Нет двух одинаковых чайничков. Я давно хотела себе что-то вот такое. Еще мечтаю о фарфоровом узбекском чайничке. Ну, наверное, со временем я куплю. Но мне все-таки нужен настоящий фабричный фарфоровый чайник. Такой же хороший, как и вот этот керамический. Две вот такие вещи. Кружечки и чайничек. Ну и еще есть новиночки. Посмотрите. Кружка. Так, Молдавия. Ой, Молдавия. Мадонна. Добрушский фарфоровый завод. Город Добруш. Тоже очень-очень хорошо сделано. Вот настолько все гладенько. Настолько вот ни к чему не придраться. Клеймо здесь есть под этикеткой. Посмотрите. Я купила их три. Потому что у нас семья из трех человек. Но в магазине есть еще. Будет расти семья. Будем докупать. Очень хорошо сделано. Никаких дефектов в тесте нет. Я считаю, что для современного фарфора вполне интересное. И все три кружки у меня с разными сюжетами. Посмотрите. И подойдут эти все три кружечки для ролика. Летнее чаепитие. Вот такая вот прелесть. Я стояла, разговаривала с продавцом. И, как говорят, язык до Киева доведет. Там стояли тарелки. Их не очень было хорошо видно. Но я увидела тоже прекрасный фарфор. Тоже Добруш. Вот оно, клеймо. Слава Богу, еще работают какие-то заводы. Нисколько не хуже этот фарфор, чем тот, который производили в советское время. И, обратите внимание, различный сюжет. Тоже подойдет этот фарфор для летнего чаепития. Посмотрите. Картиночки все разные. Тут перламутр такой приятный. Клеймо на тарелочках стоит. Так, я купила две глубокие тарелочки. Их было всего две. Тоже очень-очень приятный фарфор. Посмотрите, он такой беленький. Такой роскошненький. Небольшой ободочек позолоты. И, обратите внимание, тоже два совершенно разных сюжета. Прекрасные сюжеты. Так, ну и еще три тарелочки. Тоже сюжеты. Посмотрите. Все разные. Видите, какая прелесть. И еще одна штучка. Посмотрите, кофейная пара для самых любимых. Я тебя люблю очень-очень. Так, что же мы здесь читаем? Керамика. Дата изготовления май 2020 года. Свердловская область. Город Екатеринбург. А изготовитель Китай. Фирма Симолэнд. Внимание. Симолэнд. Так, давайте посмотрим поближе. Все тут написано. Так, ну и что же мы здесь видим? Я очень хорошо к Симолэду отношусь. У меня есть. Это не первая вещь из Симолэнда. Мне нравится. Хоть это и деколь, но вещь такая очень-очень приятная. Посмотрите, какая прелесть. Кофейная чашка. Я очень люблю приготовить кофе именно вот на одну чашечку. Или я готовлю в огромной турке. Посмотрите, все здесь, какая прелесть. Пусть Новый год согреет теплом. Мамочка, спасибо, что ты есть. И не обязательно эту чашку дарить мамочке, а каждый раз мысленно думать об этом. Мамочка, спасибо, что ты есть. А мы все мамочки. Переходим к обзору полок. Хохлома есть. Матрешки. Перед вами сервиз Украина. Вот этот темный. Я его брала в руки. Интересная вещь. Это Китай, но это костяной фарфор. Они же набор Добруш. Замечательные чайные пары. Просто великолепные. Статуэтки, фигурки эти все из Китая. Но верблюд дорогой, какой-то фарфоровый. Не смотрела я его, но достойная вещица. Интересные лебеди, кошечки, птички. Все очень-очень красивое. Вазы очень интересные. Вот та ваза рыбка, керамика. Просто замечательная ваза. Это Украина. Симпатичные очень вещи. Красивые статуэтки. Современные. Чайник, обратите внимание, с галантными сценами. Это тоже Украина. Он более тысячи рублей. Замечательный фарфоровый чайник с клеймом. Я его тоже брала, смотрела. Но, наверное, в будущем все-таки я его куплю. Может быть, на подарок, а может быть, себе. Лебеди очень интересные. Слоники, лошадки. Фарфор и керамика. Матрешки можно приобретать на подарочки. Я в этом отделе брала себе вазочку-сахарницу-хохлома. Хорошего качества. Еще раз обратите внимание на чайник. Это Белоруссия. Фарфор. Тоже очень хороший фарфор. Я вот покупаю в последнее время эту фирму. У меня есть салатники фарфоровые. Добруш. Хороши они в употреблении. Фарфор прочный. Ну и небольшой обзор еще раз полок. Так, посмотрите, пожалуйста. Есть сувениры. Все есть. А это керамические Украина. Такие вот обереги замечательные. Но я их близко вам не показала. Вообще вещь достойная. Пока. До встречи. Побольше улыбок всем нам. Здоровых зубов. Оптимизма. Позитива. И делать только то, что на самом деле нравится и хочется.